Целых две важных новости. Первая новость это то, что мировой банк понижает прогнозы по темпам роста мировой экономики. И вторая новость это то, что Bank of America дает таргет с текущих средних 80 долларов по нефти целых 120 долларов уже к концу второго квартала. Что со всем этим делать, что это значит, обо всем об этом мы поговорим в данном видеоролике. Первое, с чего мы с вами начнем, так это с того, а что же мы увидели, какие прогнозы нам дал мировой банк. Значит, что мы с вами видим по мировой экономике. В 2021 году экономика выросла на 5%. В этом году ожидается, что мировая экономика вырастет на 3,8 и уже 2,3. Только подумайте об этом тренде с 5 на 3,8 на 2,3 в следующем году. Экономика штатов упадет еще более значительно с 5,6 в прошлом году до 3,7 в этом году и 2,6 соответственно в следующем году. Это еще не все. Сам тренд достаточно очевидный. Понятно, что у нас была низкая база 2020 года, мы очень сильно выросли в 2021. Понятно, что за счет более высокой базы темпы роста в этом году будут меньше. Самая главная, самая суть, самая соль данного прогноза, это то, что он хуже, чем ожидалось ранее. То есть, смотрите, 3,7 по Соединенным Штатам в этом году, это на полпроцентных пункта ниже, то есть было 4,2 в предыдущем прогнозе. Сейчас уже 3,7. То есть, понимаете, было 4,2, 3,7. По Китаю понизили, падение оказалось не таким значительным. 0,3 процента. Но это еще не все. Развивающиеся страны будут расти в следующем году на 4 процента ниже, нежели чем в докризисный, доковидный период. Это тоже еще не все. Только вдумайтесь, страны, которые подвержены внутренним конфликтам, а как мы вот про это мы еще сейчас с вами поговорим, таких стран достаточно много, будут расти ниже на 7 процентов по отношению к тренду, который был до ковида. Почему такие прогнозы? То есть, почему мы видим, во-первых, ну снижение, понятно, что оно органическое, но почему мы видим, что прогнозы пересматриваются в худшую сторону? То есть, ниже, чем ожидалось ранее? Да все очень просто. Самое главное, одной из самых главных причин, которые отмечает Мировой Банк, это как раз-таки внутриполитические проблемы. Разрыв между богатыми и бедными, огромная инфляция. Вот почему в Казахстане протесты вспыхнули? Потому что в связи с ростом цен людям стали определенные сферы потребления, в частности топлива, они просто стали недоступны. То есть, инфляция не ударяет по богатым. Инфляция ударяет, в первую очередь, по низшим по доходу слоям населения. Поэтому вот эти проблемы внутриполитические, которые мы наблюдаем с вами во многих постсоветских странах, существуют, к сожалению, не только в них, но и во многих других странах в мире. Поэтому это одна из главных проблем, которые потенциально приводят к значительно более низким ожидаемым темпам роста экономики по отношению к предыдущим периодам. Но это не единственная причина. Вторая причина, конечно же, никуда не девшийся коронавирус и омикрон. На сегодняшний день огромное количество людей продолжает болеть, но на рынке в целом существует следующий консенсус, что новый штамм, он значительно менее тяжелый по своим последствиям, нежели чем предыдущие варианты. Почему? В целом, в целом, в целом, заразились новым штаммом. То есть, там нет такого огромного количества пожилых людей по понятным причинам, не очень хорошая медицина. Но, тем не менее, факт остается фактом. Африка молодой, по наполнению жителями, если хотите, молодой континент. Соответственно, люди более молодого возраста статистически переносят коронавирус легче. Поэтому вот эти вот два фактора, они не дают нам однозначного ответа на тот вопрос, а насколько же действительно опасен вот этот вот новый штамм омикрон. То есть, действительно ли он менее опасный, просто более заразный, но менее опасный. Либо же он и, конечно, не хотелось бы, что и более заразный, и более тяжелый. То есть, пока однозначного консенсуса нет. Еще, что немаловажно, так это то, что, об этом я очень часто говорил ранее, те, кто смотрит меня, те помнят. Это то, что Китай на сегодняшний день является неким таким локомотивом. И, условно, показывает нам некое будущее. То есть, они первые пережили коронакризис, они первые из него вышли, и они первые столкнулись с новой реальностью. Так вот, что это за новая реальность? А новая реальность говорит о том, что на сегодняшний день темпы роста экономики Китая сильно ниже, чем они были до ковида. И, скорее всего, они будут еще ниже в ближайшие периоды. Если мы посмотрим на Штаты, то пока что картинка чуть более оптимистичная. Но Федрезерв еще даже не начал ужесточать свою программу. Он до сих пор выкупает активы и будет это делать до марта. И еще ни разу не поднял ставку. Что будет, когда вот эта ликвидность пропадет из экономики, пропадет из рынков? И когда начнется полноценный процесс ужесточения монетарной политики? Очень вероятно, что оценки по будущим темпам роста со скоростью света полетят вниз. Поэтому тренд прогнозов, который задает нам Мировой банк, и очень вероятно, что этому тренду будет придерживаться и Международный валютный фонд, который выпустит свой отчет 20, по-моему, 24 числа. Если мне не изменяет память, 25 числа будет их отчет. И очень вероятно, что мы увидим точно такие же тенденции. Что со всем этим делать, что ждать от рынков, мы поговорим с вами в третьей части этого видеоролика. Ну а теперь давайте обсудим вторую новость. Это 120 долларов по нефти к концу второго квартала. Буквально несколько секунд это интервью главы направления по комодитис Бэнк оф Америка Франциско Бланча. Давайте буквально 10 секунд. 120 долларов за баррель во втором квартале, к концу второго квартала это консенсус, который существует у Бэнк оф Америка на сегодняшний день. Почему так происходит? В этом интервью он отмечает несколько важных аспектов. Во-первых, несмотря на то, что в целом предложение на рынке нефти растет, предложение сортов нефти более легких, из которых легче добывать топливо, легче перерабатывать, оно не растет. И очень вероятно, что конкуренция за эти вот легкие сорта, она будет только лишь нарастать, потому что перерабатывать тяжелые сорта нефти, их соответственно нужно гораздо больше затрат. Поэтому производители будут стремиться избегать этого, и поэтому в целом стоимость нефти будет расти вверх. Второе, это органический рост спроса на нефть. Да, когда мы говорим, что вот у нас замедляется ожидание по темпам роста экономики, мы говорим о ожидаемых темпах роста. Мы не говорим про сегодняшний рост. Это очень плохо для финансовых рынков, которые живут ожиданиями. Но если мы говорим про инструменты, про коммодитис, на которые влияют текущие спросы и предложения в значительной степени, потому что если сегодня нужно больше нефти, нефть полетит вверх. Если завтра нефть будет не нужна, то это завтра цены упадут, а не сегодня, потому что сегодня нефть нужна. И если мы говорим, что у нас все-таки экономика растет, а растет она, продолжает расти мировая экономика достаточно большими по отношению к истории темпами, это означает то, что рост спроса на нефть у нас также будет достаточно сильный, особенно в первом полугодии данного года. Ну и третий фактор, это то, что у нас крайне и крайне низкие запасы на сегодняшний день. Если мы посмотрим на Соединенные Штаты, то мы находимся сильно ниже, чем исторически за последние пять лет нижние значения. То есть нефти даже в Америке, которая является одним из, или наверное самым крупным на сегодняшний день, или там топ-2, топ-3 точно в топ-3 производителя нефти, я думаю, либо номер один, либо номер два, у них очень низкие запасы. Что говорить про остальной мир? И конечно же, все эти три фактора создают тот тренд, который мы с вами видим на рынке нефти. Давайте посмотрим, что мы с вами видим. А видим мы с вами вот этот вот аптренд. То есть здесь все понятно, здесь все очевидно. Но насколько этот тренд продолжится? Вот тут есть несколько нюансов, о которых мы поговорим буквально через несколько минут. Но прежде, то есть по нефти все понятно, то есть текущие факторы, прогнозы, все понятно, но как бы есть очень жирное «но» во всем этом, которое мы с вами буквально через несколько минут разберем. Давайте поговорим с вами про рынки. Чего же нам с вами ждать? Не так давно я выпускал целую серию, два видеоролика, посвященных техническому анализу, где мы разбирали то, что происходит на рынках, на фондовых рынках. Мы затрагивали нефть, к слову, по нефти был бычий прогноз, который мы с вами видим, реализацию, которого мы с вами видим. Что мы видим прямо сейчас? Конечно же, вот этот вот фон, он достаточно негативный. И с технической точки зрения у нас была попытка вот отскочить от этого долгосрочного наклонного канала. Он у меня немножечко криво нарисован, точнее он нарисован хорошо, но на разных таймфреймах его почему-то трейдинг-вью перерисовывает кривовато. Мы увидели отскок, но дальше мы видим, как рынок не поддерживает этот отскок. И в принципе, в целом, на рынке сохраняется такая динамика, что после каждой коррекции, вот после, наверное, коррекции, которая у нас была в мае, мы увидели сильный тренд. Потом у нас была коррекция в октябре, в принципе, тоже неплохой тренд. Вот после последней коррекции мы практически не увидели никакого импульса, обновили максимум и все, и ушли опять вниз. То есть это говорит о том, что дисбаланс в сторону спроса, он, конечно же, выдыхается. А что прайсить дальше? То есть какие идеи могут значительно прайсить рынок вверх? Поэтому с фундаментами, плюс вот МВФ, точнее МВФ 25 числа, а Мировой банк, все это, конечно же, не создает позитивных настроений. Плюс с технической точки зрения, смотрите, мы получили импульс, и этот импульс моментально выдохся. То есть сейчас мы видим, что в рынке просто-напросто нету покупателей. И очень вероятно, в ближайшее время мы увидим снижение. Это как справедливо S&P 500, и в принципе плюс-минус то же самое мы видим с вами и на NASDAQ. Теперь же давайте поговорим с вами про нефть. Какой же момент мы с вами не учли главный? Да дело в том, что экономика в дальнейшем, в 2023 году, будет расти уже сильно меньше, сильно медленными темпами, значительно более медленными темпами, чем она растет сейчас и будет расти в ближайшие кварталы. То есть это то, что мы увидели с вами, разобрали с вами в начале этого видеоролика. И агентство в Соединенных Штатах, энергетическое информационное агентство ставит таргет, значит, средние цены на этот год, то есть Bank of America на второй квартал 120 долларов, но средние цены от вот этого агентства энергетики, информационного энергетического агентства 75 долларов и 68 в 2023 году. То есть что это значит? Это значит то, что Соединенные Штаты будут наращивать, по прогнозам они будут наращивать добычу в этом году и в следующем году. И есть даже мнение, что в 2023 году они вообще достигнут рекордных значений, даже больше, чем было до ковида. Ходят, по крайней мере, такие на сегодняшний день слухи, но в принципе 80 долларов это очень сладкая цена для сланцевых производителей. Даже 60 очень хорошая, поэтому все очень может быть, плюс замедление темпов роста экономики. И поэтому мы видим такие прогнозы. И вот если мы говорим с вами про нефть, да, мы находимся в тренде. Да, очень вероятно этот тренд продолжится в ближайшие месяцы. Но с большей вероятностью после вот этого ценового всплеска, скорее всего, мы увидим как замедление, так и очень вероятный разворот цен на всем нефтяном рынке. Поэтому вся та экспозиция, которая у вас на сегодняшний день существует на нефть, вы должны очень четко понимать вот этот вот тайминг, связанный с этой позицией. Что пару месяцев, максимум два квартала, я думаю, что даже в мае и апреле уже нужно будет выходить, а возможно и раньше, возможно и раньше. Потому что новостной фон, как мы видим, с вами меняется. То есть нужно понимать, что эта идея не на года, эта идея максимум на несколько месяцев, не более. И вот если мы с вами взглянем на компанию, о которой я рассказывал, CHK, это компания, которая на сегодняшний день приносит за буквально с 24 декабря, 27 у нас открылись рынки, с 27 декабря у нас прошло чуть более двух недель, эта компания уже дает практически 20% прибыли. И эта компания не исключение. То есть нужно понимать, те, кто воспользовались этой идеей, те, кто держат эти акции, нужно понимать, что у этой идеи очень короткий с точки зрения инвестиций горизонт. Но тем не менее, уже сейчас 20%, очень вероятно, эта прибыль будет больше, но нужно не жадничать, нужно постепенно, как только будут появляться технические признаки остановки и разворота цен, нужно не жадничать, а фиксировать, ну как минимум, значительную часть позиции по инструментам, связанных с нефтью. Ну и в конце, друзья, хочу вам напомнить, что заканчиваются буквально вот-вот специальные условия по моему авторскому курсу, посвященному техническому анализу по чистому графику, без волн, индикаторов и так далее. Только лишь инструменты, которые показывают баланс спроса и предложения. Ну и также закрывается для вступления вот по этим условиям, потому что сейчас вы можете вступить в мой инвестиционный клуб Модерна Россия и получить данный курс в подарок. Закрывается вот такой льготный доступ в мой инвестиционный клуб Модерна Россия, где мы регулярно разбираем подобные идеи, где мы разбираем примерно раз в месяц то, что происходит в целом на рынке, разбираем глобал макро, тренды в экономике, тренды в отдельных секторах, индустриях и классах активов. А также в рамках этого клуба я даю рекомендации по построению структуры инвестиционного портфеля. Например, в конце прошлого года я вообще дал конкретную структуру портфеля для всех его участников. Поэтому льготные условия как на курс, так и на вступление в мой инвестиционный клуб скоро закончатся. И если вы хотите получить курс, если вы хотите стать участником данного клуба, то поторопитесь. Буквально несколько дней, максимум неделя и все. Все подробности в описании, там же вы найдете мой контакт, по которому сможете как записаться на курс, так и задать все интересующие вас вопросы. А на этом у меня все, друзья. Спасибо большое за внимание. Жду от вас лайки, вопросы. Ну и также не забывайте подписываться на YouTube канал и на Telegram канал. О нем я сегодня не рассказал, но у меня есть Telegram канал, где я тоже выкладываю много чего интересного. Ссылка на него будет в описании. Подписывайтесь и будем с вами на связи. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok